Представьте, вы стоите на остановке, останавливается пустой автобус и водитель машет вам. Садись, подвезу. Вы заходите, располагаетесь, автобус трогается с места. Вам куда? Спрашивает он. Не знаю, куда-нибудь. Водитель пожимает плечами и отвозит вас куда-нибудь. Если вы едете куда-нибудь, живете как-нибудь и делаете что-нибудь, результат будет какой-нибудь. Иногда по собственной глупости мы не оставляем шансов миру исполнить наши самые простые желания. Мы сами обрекаем себя на неудач. Причина в том, что направление движения не задано или задано неверно. Точное направление куда – это громкий сигнал сознанию, как достичь своих целей и жить интересно. Чтобы счастье перестало быть порционным и превратилось в постоянное состояние, нужно регулярно напоминать уму о своих желаниях и целях. Для этого есть много проверенных методов и упражнений. Постановка краткосрочных целей, планирование на год, составление списка 100 желаний и описание идеального дня. Об упражнении «Мой идеальный день» мы как раз поговорим сегодня в выпуске. «Мой идеальный день» – описание лучшего дня через 10 лет. Методика позволяет увидеть, как именно нам хотелось бы жить, где, с кем и при каких условиях. Амбиции в этом случае играют за нас. Желаемые обстоятельства часто идут вразрез с нынешним положением дел. Поэтому стоит выписать их на бумагу, чтобы увидеть разницу. Если хочется выяснить, что нужно менять, чтобы стать счастливее, успешнее и последовательнее, подумайте о своем идеальном дне. Польза методики «Идеального дня» в том, что она соединяет ключевые сферы жизни воедино. Здоровье, отношения, деньги, досуг, путешествия, удовольствие, духовное развитие и самореализацию. Не так много техник, которые работают над этим одновременно. Упражнение записи своего «Идеального дня» – это ценный материал для будущего планирования. Создавая мысли и образ картины мира, в которой нам хотелось бы жить, мы активируем свой энтузиазм, творческий потенциал и, как ни парадоксально, чувствуем себя свободными. С его помощью открываются неожиданные стороны нашей натуры. И становится понятно, что путь от себя сегодняшнего до себя идеального нам по плечу. Наш сценарий будущей благополучной жизни в наших руках. Упражнение «Мой идеальный день» – это легкий процесс. Похоже на игру. Это написание в режиме баловства. Как дети любят красочно описывать свои миры, веря в их подлинность, так и мы отпускаем условности и открываем сердце. Разница в том, что у ребенка миры фантастические, а у взрослого – настоящие. Настройтесь записать не финальный вариант идеального дня, а черновой вариант. Опишите первый раз, как получится. Лучше черновой вариант, чем никакого. В этом упражнении «Идеальный» не значит «недостижимый». «Идеальный» равен «отвечающий запросам». Это описание буднего дня. Не дня рождения, не свадьбы, не дня всех влюбленных. Это обычный день, в котором происходит так, как хочется только вам. Объем текста не важен. Можете писать сочинение как эссе, в вольной форме. Хорошо, если получилось описать свой идеальный день на одном-двух листах. Также хорошо, если рассказ занял 5-10 листов. Используйте любое удобное стиль изложения. От публицистического до художественного. Например, подъем в 9 утра, завтрак, экспрессо, тосты и омлет, горячий душ, звонок по работе, надеваю костюм, выхожу из дома, сажусь в машину, еду навстречу 11.00. Либо солнышко мягко пробирается лучами сквозь стенд палатки, шумит хвойный лес и над головой поют птицы. Я сладко потягиваюсь, переворачиваюсь, кручусь, затем расстегиваю спальный мешок, не спеша открываю палатку, выглядываю и улыбаюсь миру. Я в самом волшебном месте на земле, меня окружают горы и зеленые лужайки. Наконец-то я путешествую, мечты воплотились в реальность, с этими мыслями выползаю из палатки и направляюсь к роднику. Доверьтесь ощущениям, спрашивайте себя, что я чувствую, когда пишите текст. Если хочется поиграть с собакой, пишите, пусть это не относится к большим целям жизни, но это делает вас счастливее. Это помогает расслабиться, снять стресс и сохранить силы для важных дел. Опишите породу собаки, ее возраст, придумайте кличку. В конце концов, завести собаку это тоже цель. Я предлагаю вам вопросы-подсказки. Если остановились и не знаете, о чем дальше писать. Где я просыпаюсь? Что я делаю? Как я выгляжу? Что я чувствую? О чем я думаю? Кто рядом со мной? Какие у нас взаимоотношения? Какие слова я хочу слышать? Что я хочу посетить? Кого я хочу навестить? Какими качествами я обладаю? Какие ощущения в теле? Что я кушаю? Что на мне надето? Где я нахожусь? Что я вижу? Как выглядит мой дом? Какие предметы вокруг? Что происходит вокруг? Какая погода сейчас? Какое сейчас время года? Какие запахи меня окружают? Думаю ли я о завтрашнем дне? Где я засыпаю? Помните, что в сутках 24 часа. Не старайтесь вместить дела целые недели в один день. Тем не менее, если по логике 2-3 часа останутся свободными или наоборот, 2-3 часов будет не хватать. Не страшно. Например, вы описали насыщенный день, включая тренировку, работу и встречу с друзьями. Когда вы пойдете домой, сразу же захочется спать. Но если в идеальном дне вам нужно перед сном еще прочесть 30 страниц книги, пишите об этом. Не фантазируйте нереальное. Например, я бросаю пельмени в рот силой мыслей. Или личный пилот-афроамериканец в белых перчатках открывает предо мной дверь собственного вертолета. Писать не нужно. Идеальный день должен быть желанным, а не издевательским. Перед началом записывания могут возникнуть трудности. Представить себя через 10 лет сложно. В таком случае вспомните существующие проблемы. Теперь представьте, что вы их решили. Опишите себя без них. Даже если кажется, что вопрос не решает. Например, плохое зрение. Сложно представить, что оно вернулось. Но с помощью тренировок или операции зрение можно исправить. Пишите, я открываю глаза и вижу мир четко, без очков. Ну а что же делать дальше после выполнения упражнения, спросите вы. Сохраните текст. В идеале заведите тетрадь для планирования, в которой будут выполняться упражнения. Но если такой нет, то просто положите листки в безопасное место, чтобы вернуться к ним через год, через два, через 10 лет. Или сделайте фотокопии в онлайн-хранилище. Перечитайте написанное, спросите себя, много ли нужно изменить в сегодняшнем дне, чтобы настал идеальный день. Большое внимание уделите людям, которые вас окружают сейчас. Если в вашем идеальном дне для них не нашлось места, если вы не подумали о них ни разу, заканчивайте отношения с ними сегодня или впишите. Точно так же, если вы выполняете работу, о которой нет ни слова в идеальном дне, меняйте работу. Упражнение «Мой идеальный день» не решает проблемы за вас, но оно дает направление, куда двигаться для их исправления. Показывает, что нужно изменить в неидеальном дне, чтобы он стал идеальным. Изложив свои представления на бумаге, мы получаем рассказ о самом себе в будущем. Мы программируем будущее. Эта методика сохранит результаты в подсознании. И при выполнении даже мелких бытовых дел, мы будем спрашивать себя, приближает ли меня это к идеальному дню? Если нет, сокращаем это дело или вписываем его в картину будущего. Распорядок дня постепенно приблизится к желаемому, очистится от лишнего. И помните, друзья, идеальный день осуществим, если вы его видите, а если нет, наступит очередной обычный день. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь в комментариях своим мнением, если вы уже делали это упражнение. Напишите, какой получился в итоге результат, или опишите свой идеальный день. И, друзья, поддерживайте друг друга. Обязательно, обязательно подпишитесь на канал, друзья. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поделитесь этим выпуском с друзьями. И помните, лучше идти со скоростью черепахи к своей цели, чем придумывать со скоростью света оправдание, почему ты этого не делаешь. Спасибо большое, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok